Андрей Андреевич Власов, пожалуй, самый известный коллаборационист с фашизмом. Поэтому без него никак в 1944 году. Хотя на самом деле их было очень много. Просто Власова в конце, сам в конце именно в 1944 году, немцы главным назначили. Почему-то некоторыми хорошими русскими он превозносится как некая русская альтернатива сталинизму. Причем такую позицию могут и либералы у нас занимать. Но вот если говорить о коммунофашизме, о котором любят наши либералы рассуждать, вот Власов, он очевидный коммунофашист. Сначала служил коммунистом, потом и фашистом. Но на случай всяческих доносов кому угодно, сразу говорю, что мои цели чисто информативные. То есть я просто собираюсь дать информацию о Власове в контексте моего курса исторического. То есть я не собираюсь защищать коллаборационизм. Дело в том, что статьи уголовные в России за защиту нацистов и тому подобного. То есть я пытаюсь просто изложить, по крайней мере, то, что там более-менее достоверно известно, и саму суть, допустим, дискуссии вокруг Власова. То есть моя позиция наблюдательная. Если что, я сам, во-первых, анархист, и во-вторых, я не русский. Поэтому у меня вообще каких-то пересечений с Власовым ни в идеологии, ни в национальности нет. Родился Андрей Власов, 1901 год. Русский по национальности из крестьян. Пошел в 18-м году учиться на агрономах. В 20-м году призван в Красную армию. 19 лет ему было. В Нижнем Новгороде он из Нижнего Новгорода по Волжье. Воевал против товарища Махно и против Франгеля. Ну, вот в армии он внезапно остался. Видимо, ему понравилось. Выдвинулся на командные должности. Потом у него была карьера такого красного командира, командир полка и так далее. Военной академии имени Фронзе. В общем, довольно все стабильные времена пошли. Из довоенных его подвигов, это то, что его в Китай отправили в составе группы военных советников. Я рассказывал, что когда Япония напала на Гаминдан, СССР, первый, кто там вызвался помогать, вот так же, как и Испании, да? И СССР интенсивно помогали. А помощь Британии и США в основном сначала была денежная. Но вот уже к концу войны, вот до того периода, до которого сейчас дошел, 44-й год, да? Уже в основном помогает США. Но вот на конец 30-х в основном помогала СССР. Что привело к тому, что СССР заставила помириться с Мао Цзэдуном и больше помогала даже Мао Цзэдуну, чем Чанкайши. Ну, на самом деле, Власов был при Чанкайши. Что интересно, левые нацисты, поругавшись с Гитлером, некоторые тоже поддерживали Чанкайши, считали, что он как раз настоящий национал-социалист. То есть Власов там при штабе Чанкайши мог пересекаться с бывшими сторонниками Гитлера, он такого левого толка. Ну вот. Когда уезжал его Чанкайши, наградил орденом Золотого Дракона, жена Чанкайши, Сум Мейлин, которая тоже активно в политике участвовала, подарила ему часы. Правда, ордены и часы у него в СССР отобрали. Ну, хорошую ему дали аттестацию. Товарищ Власов, хорошо грамотный командир, общее образование, военная подготовка хорошая и так далее. С работой справился хорошо. Затем с января 1940 года Власов, командир 99-й стрелковой дивизии, 5 июля 1940 года генерал-майор, то есть генерал он еще довоенный, и все характеристики у него были прекрасные, допустим. В автобиографии своей он писал, никаких колебаний не имел, всегда стоял твердо на генеральной линии партии. Позднее он говорил, что он еще с 37-го года разочаровался в сталинизме. Воевал, в принципе, с первых дней войны подо Львовом. Был командиром 4-го мехкорпуса. В принципе, это как раз там, где собирались наступать на Люблин, как сейчас всем известно. Ну, там они проиграли. Потом он защищал Киев, командующий 37-й армией, который Киев защищал. Власов как раз. Попал в окружение под Киевом, как и все они. Пробился на восток, был ранен, попал в госпиталь. Потом при обороне Москвы он командовал 20-й армией, которая самая первая наступала под Москвой. Вот пик деятельности Власова в Красной Армии, это что именно он начал, его армия начала наступать под Москвой, остановила продвижение 4-й армии вермахта и освободила первые советские города. И в качестве героев в декабре 41-го года везде Власов фигурировал, который один из тех генералов, которые победили немцев. Его рекламировал правда, известие и так далее. В том числе он присутствует в документальном фильме «Разгром немецких войск под Москвой», которым американцы дали Оскара. 24 января 42-го года Власова наградили орденом Красного Знамени, произвели в генерал-лейтенанты, и Жуков его очень хвалил. И даже о нем писали книгу «Сталинский полководец». Ну и отправили его прорывать блокаду Ленинграда. Любанская наступательная операция, которую я подробно рассказываю в хрониках 42-го года, и как раз Власова на 2-ю ударную армию думали, что он и Ленинград, так сказать, от блокады освободит, но ничего не получилось, она попала в окружение. И про это я тоже уже рассказывал. Вторая ударная армия практически вся была уничтожена. И Власов отказывался свои войска покидать, хотя могли его эвакуировать. Бродил по лесу с любовницей Вороновой, красноармейцем Котовым, шофером и полковником Виноградовым. Полковнику Виноградовым он дал свою шинель, и 11-го июля его арестовали. Он там ел в доме старосты, а староста пошел и заложил, что какой-то коммунист ест в доме старовер. То есть старовер из антикоммунистических убеждений они предали Власову. Видимо, Власов хотел выйти к своим, с Вороновой. Ну вот, значит, Власов сначала выдавал себя за учителя. Я как-то тут упоминал, что Власов сразу признался, что генерал это все-таки слухи. Вот по более достоверным сведениям выдавал себя за учителя. Они их заперли в сарай, и сначала думали, что Власов это полковник Виноградов, потому что у него была шинель Власова. А он был уже погибший, то есть труп нашли с шинелью генерала и думали, что это Власов. Но потом по фотографиям они Власова опознали, и получилось, что все-таки взяли в плен генерала немцы. Староста деревни за выдачу Власова получил корову, 10 пачек махорки, 2 бутылки тминной водки и почетную грамоту. Дальше, примерно через 2 месяца, находясь в Венецком военном лагере для высших офицеров, у немцев в иерархии была даже русских офицеров, они делили на офицеров, на солдат. Солдаты сплошь и рядом умирали с голоду в концлагерях немецких, а генералов они кормили. Ну так вот через 2 месяца он согласился сотрудничать с нацистами и возглавить русское освободительное движение. На самом деле у нацистов не было единой позиции, то есть часть стояли на традиционных российских взглядах, которые с самого начала были у них 20-е, что, дескать, русские они все равно ни на что не способны, использовать их нельзя. Это даже в 41-м году это было, но где-то с 42-го они начали использовать как рабочих на заводе, убедились, что в принципе работают. И где-то вот с 42-й, 43-й у них уже развилась позиция, как раз когда Власова в плен взяли, ряд немцев, в особенности Розенберг, который, собственно, командовал восточными территориями, считали, что русских коллаборационистов использовать можно. У них накопились примеры эффективного их использования, Каминский, там тот же с партизанами, Алказаки и так далее. Гитлер, впрочем, все время был слишком самонадеянный, что понятно и по его манере командования, которую я тут уже много критиковал. Практически все немецкие генералы и критикуют Гитлера за самонадеянность. В том числе это относилось и к национальным вопросам. Гитлер думал, что немцы такие деньги, что все решат. Но к концу войны уже Гитлер, так сказать, тоже понимал, что ничего не получилось, и Гитлер, Гиммлер и прочие очевидные расисты все больше склонялись к тому, что этих всех надо использовать, все эти нации. Вплоть до того, что у них был туркестанский легион из казахов, которых они, конечно, еще хуже русских считали. Расисты, да? Если у них русские низшие расы, не сомневайтесь, что татары для немцев еще хуже были. Но они, тем не менее, из татар пытались сделать легионы Дель-Урал, из арабов и так далее. Ну вот, значит, и кроме того, было огромное количество, на самом деле, уже русских всяких формирований, которые так или иначе поддерживали Гитлер, и без Власова. То есть Власову довольно еще трудно было все возглавить, потому что было много претензий на русского фюрера и без него. Была такая русская трудовая народная партия, куда входили Меандров и Трухин, потом их к Власову подшили. Собственно, Меандров и Трухин происходит из НТС, о котором я уже говорил, что НТС — это, в принципе, эсеры, но кончили тем, что сотрудничали с фашистами. НТС — это организация русских националистов, как раз да, национал-социалистов, зарубежная. Части из них стали, короче, сотрудничать с Гитлером, части не стали ли, часть говорили, что они выступят как третья сила, дескать, они Гитлера используют и так далее. Короче, идеологии НТС в войну была невнятная. Потом, конечно, победила Америка, НТС уже на Америку работала. И то, что они в войну, там, части из них с Гитлером сотрудничали, или что-нибудь там изображали, что, дескать, мы против всех, но мы за Гитлера и так далее, что-то невнятное говорили. Это потом использовав для обвинения НТС в том, что они коллаборационисты, и в том числе, ну, естественно, советская пропаганда что говорила? На радиостанциях, там, свободная Европа и так далее. В Мюнхене сидят бывшие нацисты из НТС, из власовцев и так далее. И вот в таком вот стиле. Ну, имеется в виду «Голос Америки» там и прочая русская редакция. Ну да, куда НТС какие-то, в НТС это тоже входили. Это была наиболее массовая эмигрантская организация русская. Ну, она периодически утверждала, что они как бы левого характера, выдвигала ряд лозунгов «Левый характер». Ну, про НТС я уже говорил, поэтому не буду повторять. Каминский, о котором я говорил, в общем-то считал себя вообще русским нацистом. Кстати, Каминский как раз критиковал Власова, что Власов, короче, не антисемит, Власов недостаточный нацист, что он как раз и есть подлинный нацист. Каминский же сразу, как немцы подошли, нацистскую партию русскую организовал. И Каминский претендовал, что вот он и должен всех возглавить. Однако этого идейного нациста Каминского за жестокости при подавлении Варшавского восстания сами же немцы расстреляли. То есть Каминский был такой нацист, что аж хуже Гитлера нацистка. За что его нацисты расстреляли. Ну вот, дальше, значит, был еще и Петр Краснов, который возглавлял казаков и считал, что вот у него были религиозные какие-то основания, что вот он некую консервативную Россию установит. Короче, было много проектов, и многие варианты предлагали Гитлеру. Каминский предлагал натуральную русскую нацистскую партию, НТС предлагали что-то типа эсеров организовать, Краснов предлагал просто консервативную, за веру царя и отечества что-нибудь сделать. Все они вокруг Гитлера были, что-то предлагали. Гитлер их всех, естественно, презирал как низшую расу, но терпел, мало ли что может пригодяться. Гитлер вообще полагал, что скорее всего будет что-то типа Пилсудского. То есть вот Пилсудский какое-то время сотрудничал с немцами. У меня про него тоже клип есть. И Пилсудский, в принципе, потом, при первом же поражении Германии, да, в 18-м году, создал независимую Польшу и прогласил, и начал немедленно с немцами воевать. Поэтому за это боялся сам Гитлер, и сам сравнивал с Пилсудского. То есть вот высказывание Гитлера такое, что если создать Власову армию, как он предлагает, ну вот он, дословно Гитлер, начинают всегда с присоединенным государством а-ля Польши, окончают независимым государством. Типа Власов сначала будет марионетка, а потом он прогласит независимость. Вот позиция Гитлера. Поэтому Власову армию не давали до самого конца войны, когда уже полностью немцы в отчаянии были, тогда они создали Власовскую армию уже полноценную. Хотя у них было довольно много коллаборационистов, но они как бы в армию единую не входили. Они считались хиби, воспомогательная полиция русская и так далее. Дальше. Гиммлер к концу войны склонился тоже к тому, что надо организовать отдельную русскую армию. И к концу войны Власов довольно много начал кидать всяких идей, что мы и против Сталина, и против... Ну как бы, что мы независимы от Гитлера. Против Гитлера он не говорил, что мы против Сталина, но от Гитлера мы независимы. Что-то вот такое. Возможно, это игра Гиммлера. В принципе, курировал его Гиммлер, и войну они проигрывали. Это 1944 год. Возможно, они хотели привлечь на свою сторону русских националистов, а где-то в 1944 году пропаганда Власова во многом националистическая. Может быть, ему так сказали делать. То есть он изображал некие разногласия с расистами и нацистскими. Было такое. Ну, оценки самого перехода. Есть позиция, вот то, что я с самого начала заявил, про коммунофашиста. То есть он привык к какому-то авторитарному обществу сталинскому, поэтому ему несложно было освоить и авторитарное общество гитлерское. То есть то, значит, он кричал «Да здравствуй, Сталин!», теперь он, наоборот, кричал «Долой Сталин!», «Да здравствуй, Гитлер!». В принципе, а не все ли равно, как бы, да, что... И сталинское... Вот он писал в своей автобиографии Власов, что «Я всегда придерживаюсь генеральной линии партии». Так генеральная линия партии все время менялась у Сталина. То есть и при Сталине все время менялась идеология. Поэтому поменять идеологию на нацистскую тоже можно было, если идеология не важна, а важно подчинение лидеру. Ну вот взяли его в плен, теперь у него лидер Гитлер, да, теперь у него это самое. Высказывается также позиция, что Власов просто спасал свою жизнь и никакой, собственно, политической позиции у него вообще не было. То есть вот такая, что просто ему все писали нацисты, в том числе и вот эти критика нацизма, которая у него была в конце где-то войны, возможно, это написали мы сами же нацисты. Либо он уже ожидал, что все равно их победят и надо подстраиваться под американцев. Что-то вот такое уже изображать на всякий случай. Тоже такая тема. Ну, в общем, обвинение Власова в моральном релятивизме, да, ну, перешел же с одной стороны на другую, это постоянно имеется, да. И, естественно, в советской стереографии просто говорят, что он подлец, у которого не было никаких убеждений, предал родину и так далее. При Власове были, впрочем, различные идеологи. Вот я говорю, что разные группы были, которые идеологически пытались как-то обосновать. И длительно главным идеологом был Милетий Зыков, у которого были, в общем-то, убеждения левого характера. Милетий Зыков откровенно говорил, что он марксист и более того, он был еврей. У Зыкова взгляды были близкие к демократическому социализму, хотя, вот опять же, Гитлер всех социал-демократов уничтожил, тем не менее, терпел, в общем-то, социал-демократа Зыкова, вот до чего к концу войны дошло. Значит, Зыков был скорее такой бухаринец, то есть, что-то между правым коммунистом и социал-демократом. То есть, Зыков считал, что революция 1917 года была правильной, и это отражено в программных документов и власовцев, но большевики отреклись от идеалов революции, особенно, значит, коллективизацию, естественно, бухаринцы все критиковали, и меньшевики тоже, вот. И вот так вот, то есть, Зыков был, в общем-то, даже такой правый марксист. Основными его конкурентами были НТС, которые, по сути, свои эсеры. То есть, вот даже в эмиграции, даже в начале сороковых, все еще доминируют эсеры и меньшевики среди не большевистских партий. Который, как это было в 17-м году. Ну, надо сказать, что либералы-кадеты тоже были, но либералы как бы не поддержали в основном Гитлера. А вот часть этих марксистов решила, что нужно Гитлера использовать, дескать, все равно же не будет ничего в России, кроме социализма, все равно, если Гитлер даже там сделает марионеточное правительство, оно будет социалистическое, вот так вот думал Зык. Поэтому надо ему предложить Гитлеру социалистическую программу марксистскую. Ну, с распуском колхозов там, естественно, программу сейчас изложу, которую Зыков писал. Вот. Тем не менее, Зыкова, естественно, ненавидели белые иммигранты первой войны, которые реальные белые. Они этого Зыкова ненавидели, считали, что он красный, он еврей, марксист. Они писали огромное количество доносов Гитлера, потому что он еврей, марксист, и порит такой вот чушь, что, короче, он все равно предаст и так далее. Кончилось тем, что Зыкова тоже нациста убили. Вот. Нацисты убили радикального фашиста Каминского, нацисты убили умеренного марксиста Зыкова. Вот. Видимо, у них там тоже гадюшник, дай бог, было, и все на всех доносы писали. Тем не менее, значительной части и идеологию написал таки этот марксист Зыков власовцем. Значит, основные вехи развития власовского движения Смоленская декларация 27 декабря 42 года, где уже было провозглашено новой России без большевиков и капиталистов, то есть такая левацкая программа в самом начале там была. Потом они создали русский комитет и русскую освободительную армию. Всевозможные программные заявления русскому комитету писал Зыков. Это имеется в виду 43-й год. Значит, программу они следующую обещали. Роспуск колхозов, восстановление частной собственности на землю, социальная справедливость, почетный мир с Германией, ну, дословно, вот, уничтожение режима террора и насилия, введение действительной свободы религии, совести, слово, собрание и печати, гарантия неприкосновенности личности и жилища, обеспечение рабочему действительного права на труд и так далее. Значит, они объясняли, что Третий Рейх ведет борьбу против большевизма, но не против русских и не собирается лишать русских национально-политической свободы. Дальше, в Смоленской непосредственной декларации, то есть даже вот 27 декабря 42-го года еще, в общем-то, Германия держится хорошо. В Смоленской декларации написано, национал-сталистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей целью организацию новой Европы без большевиков и капиталистов. Но на самом деле у Гитлера был государственный капитализм и сохранялись все старые фирмы, эти все немецкие монополии, которые были в союзе с Гитлером. Значит, тут что можно сказать тогда о Смоленской декларации? Пишет ее, короче, меньшевик, и он акцентирует на внимание своей таргет-группы до советской, акцентирует на левых тенденциях в идеологии Гитлера. К началу 40-х все левые лозунги Гитлера были фиктивны. В 20-х в какой-то степени Гитлер, да, занимался активной критикой капитализма немецкого, но большей частью, что он жидовский, большей частью он критиковал немецкий капитализм, что он еврейский. Но критиковал он при этом капитализм вместе с евреями. Но дело в том, что все вот эти социалистические, как бы, как бы их сказать, наклонности, социалистические наклонности Гитлера, они все вылетели в трубу еще в начале 30-х. В начале 30-х различные группы левых нацистов, они от Гитлера откололись. И сразу говорят, что он предал все вот это, перешел на сторону крупного капитала. Сами же нацисты говорили, первоначально увлеченный вот этой вот такой леватской частью идеологии Гитлера, сами же нацисты от него отошли. И даже Рем, который был его ближайшим другом, сравнительно такой левый, и то не сильно, да, он же был Гитлером уничтожен. То есть последние репрессии против левого крыла в партии Гитлера это 1934 год. В 40-е уж точно у Гитлера никакого такого социализма не было. Тем не менее, вот они сочли и вероятно согласовали это с Гиммлером хотя бы, да, которых курировал. Вот они сочли, что для советской России нужно рассказывать, что Гитлер чуть ли не большевик. Ну, дескать, исправит вот ошибки большевиков. Также известен хорошо программный документ Ласова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом?» Он выпущен весной 1943 года, где он говорит, что он крестьянин, что он верен идеалам революции 1917 года. Основной целью в Ласовцев является завершение национальной революции. Значит, наезды там на Англию. Англия всегда была врагом русского народа. Евреи вообще не упоминаются. Хотя в Германии идеология Гитлера действительно была антисемитская, и он всегда на это акцентировал. В России ничего он там про евреев вообще не говорит, уходит от этого вопроса. Значит, соответственно, вот Стали, этот, Ласов, говорит о том, что Сталин предал идеалы революции, и Ласовцы теперь революцию завершат и доведут до конца. С большой вероятностью это писал меньшевик Зыков. ну, это значит, почему я стал на путь борьбы с большевизмом, кстати, наиболее часто вот этот текст, который выдается за самую главную программу Власова. Там мало конкретики, там больше конкретные политические обвинения, там Англия во всем виновата, Сталин во всем виноват. А как конкретно Власов, допустим, видит какое-то правильное общество, что конкретно он собирается в России сделать, там меньше, там в основном конкретные политические наезды. Если говорить про сам текст вот этот Власовский, почему я стал на путь борьбы с большевизмом. Ну, вот эти вот листовки и многие другие разбрасывались на всяческих фронтах, распространялись военнопленными, то есть вот эту позицию немцы активно используют для агитации. Но, видимо, да, они исходили из того, что у них военнопленные все равно поступают, так сказать, коммунистами же, да, им все равно всем преподавали коммунизм там у Сталина. Поэтому настроить их против Сталина можно только на платформе Бухаринской. Что Сталин предал революцию, ограбил крестьянство, а Германия, так сказать, поможет. Еще в 43-м году Власов допускал выражение, которые для нацистов были неприемлемы. Допустим, он говорил, Германия не может выиграть войну без русских, мы не хотим коммунизма, но мы не будем немецкой колонией, национал-социализм навязан, Россия не будет и так далее. Если Каминский откровенно стелился под нацистов, а говорил, что он тоже нацист, что русские произошли от викингов и так далее, то Власов, да, вот изображал независимость. Насколько это его хозяевам сказали делать или не сказали, непонятно. Но у многих немцев, убежденных расистов и нацистов, это вызывало, так сказать, недовольство, потому что они считали, что они за это воюют, что, так сказать, немецкая раса лучше, русская раса низшая и так далее. А Власов что-то, наоборот, говорит, что Германия без русских не выиграет. Вот такой пункт вообще, короче, многих не устраивал. И они доносы писали на него постоянно. Ну, надо сказать, что сам Власов не допускал антисемитских выражений, а его всевозможная пресса, которой у него дофига было, доброволец, там за родину, она в том числе антисемитизмом занималась. В ряде, там, где, допустим, в разведшколах или в школах для командного состава Власовской армии сидели нацистские инструкторы и заряжали антисемитизм активно. Но в саму программу они это не включали. Вот так вот было. У них были также дискуссии с нацистами. Нацисты считали, что нужно разделить СССР на множество независимых государств. То есть часть территорий пойдет в Германию, допустим, Прибалтика и, возможно, часть Украины, допустим, Крым. Часть пойдет, допустим, в Польшу и так далее. А как бы останется Московия, которая будет окружена протекторатами санитарного кордона, допустим, Беларусь и так далее. Другими сетьми государствами. Кавказ, Бадили, Тедель, Урал и так далее. Но какая-то слабая Московия останется и вот ее, видимо, возглавит Власов. Вот так вот примерно немцы объясняли. Ну и Власов против этого выступал, говорил, что он занеделимый Россию. Вот, допустим, в газетах своих писал Власов и объяснял прямо Розенбергу и прочим всяким нацистам дословно Власов. Великороссы стоят на той точке зрения, что Россия никогда не сможет отказаться от Украины и Кавказа. До тех пор, пока мы стоим на этой точке зрения, русские будут рассматривать отделение Украины и Кавказа как разбой. Национальная Россия как равноправный член европейской семьи народов даже без Украины и Кавказа не представляет опасности для Европы, а является важным и необходимым фактором большой европейской экономики. Напротив, Россия отторнутая из европейской семьи народов и лишенная Украины и Кавказа будет оставаться постоянной угрозой для Европы. Невозможно Россия долго эксплуатируемая как колония. Ну и так далее. Так что даже Розенберг говорил, что это конкретный великорусский империализм, то есть Власов против независимости Украины и Кавказа. Так что вот хорошие русские типа Власова, даже под Гитлером хотели удержать Украину вот такие вот дела. Значит кончилось это все большим разговором с Гиммлером. 16 сентября 44-го года уже открыт фронт во Франции и уже очевидно проигрывает Германию. Да, уже под Варшавой стоят советские войска и Гиммлер вызывает Власова и все-таки решил на него поставить, хотя вариантов было много. Гиммлера вызывает его, Гиммлер там держался высокомерно, выражал возмущение, что Власов ведет вот такую пропаганду, что без русских не проиграют, но в конце все-таки решил, что все-таки Власов пусть и возглавил. Но немцы неоднократно, в том числе лично Гиммлер, в 43-м году ему говорили, что вот эта пропаганда, которую он ведет, что без русских не победят, ее не надо сообщать немецкой армии, потому что немецкой армии внушают именно расовое превосходство, а ты против этого говоришь. То есть вот это нам не надо, чтобы ты разрушаешь фундамент, убеждения немецкого солдата, а сам еще никакой нормальной армии не создал. Вот так вот Гиммлер Власова выговаривал. Тем не менее, его Власов убедил Гиммлера, что он возглавит, и в общем-то лично о Власове Гиммлер хорошо отзывался, что большая, крупная личность говорил Гиммлер. Хотя первоначально даже в 43-м году говорил, что надо бы власовцев запретить за демонстрацию такой независимости. Ну так или иначе, 14 ноября 44-го года в Праге создали всю организацию вот эту большую, в которую включили всех коллаборационистов Комитет Освобождения Народов России и 14 ноября 44-го года прогласили Манифест Освободительного Движения Народов России 50 членов и присутствовали всевозможные высокопоставленные немецкие лица там 600 человек собрания значит Манифест Комитета Освобождения Народов России Власовского ноябрь 44-го года отказался в общем-то от империализма там были тезисы что недопустимо национальное угнетение была бы раздражена верность идеалам революции 17-го года то есть ни в коем случае власовцы не собирались возвращать царя там помечиков и так далее они говорили что они продолжают революцию 17-го года что и февральская и октябрьская революция были поддержаны якобы народом то есть они по сути против белых выступали там еще белые были которые против октябрьской революции воевали а власовцы за октябрьской считали что все правильно там сделали землю правильно поделили и белых не вернут никогда у них конфликт был на самом деле со старыми этими белыми дальше значит нужно победить там в союзе с Гитлером Сталина восстановить основные демократические права и свободы при народной государственности без большевиков и эксплуататоров и защитой социальной справедливости со стороны государства из программы НТС попала формулировка национально-трудовой строй в целом значит манифест во-первых достаточно расплывчатый который в ноябре 44-го года принимали он определенно направлен против белой миграции и он содержит такую смесь эсеровских и бухаринских установок без четкой конкретизации что же конкретно будут делать как вот они вернут там социальную справедливость и демократические права народа как выберет механизм вот допустим Гитлер был против выборов разогнал же все партии в Германии будет ли допустим многопартийность в этой модели не написано да или будет там диктатура одной партии как у Гитлера именно это Гитлер почитал будут ли подлинные выборы ничего конкретно там не сказано но по сути какой-то такой правый коммунизм заявлены некие левые идеалы дело в том что сами по себе идеологические установки в конце войны в общем-то имели мало смысла в этот период Муссолини тоже чуть до анархизма не дошел но тут суть была только в том за Гитлера воюем или нет то есть там конкретный был выбор вы за Гитлера или вы за антифашистский блок и эти были за Гитлера а что они при этом говорили было уже не так важно потому что все уже мололи какую-то чушь в конце 44-го года вот это еще надо иметь ввиду при оценках манифеста Власова что во-первых расплывчато написанные как угодно трактовать можно ну до определенных пределов по крайней мере заявлено что белых они не вернут что помещиков капиталистов не вернут старых ну и во-вторых уже и смысла было мало мало ли что они там говорили важно с кого они воевали это в принципе да ну надо сказать что белые мигранты там присутствовали Краснова Шкурот там пригласили и всех заставили подчиняться Власову нацистам передали части бригады Каминского в этот Власовцев казаков и белых иммигрантов формально передали но реально они его не подчинялись или слаб но при этом Власов изображал из себя так сказать лидера русских и ходатайствовал за Остарбайтеров я уже рассказывал чтобы с ними лучше обращались и пытался вербовать свою армию в основном среди Остарбайтеров но надо иметь ввиду что Остарбайтеры получили самое массовое то есть военнопленные русские из кого они вербовали русские военнопленные и Остарбайтеры то есть угнанные в Германию работники о которых я уже рассказывал поэтому нужно было вести пропаганду что он за них что он улучшает их положение кое-чего он добился но опять же это был конец войны и даже того что Власов формально добился уже непонятно как это соблюдалось что шел уже в общий хаос и отступление 28 января 45 года уже перед поражением русская освободительная армия Власова получила юридический статус вооруженных сил союзной державы нацистской Германии то есть Германия провозгласила там независимость России вот в лице Власова и они были где-то так на уровне венгры там хорваты и так далее но вот это уже январь 45 года все эти формальные заявления смысла не имеют имело в общем смысл где он там будет воевать на каком фронте а в пропагандистских целях Власов подчеркивал всякую символику они подняли флаг этот трехцветный который сейчас официальный флаг России кстати это флаг Власовцев тоже сняли с мундиров они нашивки немецкие и все такое то есть про независимость он долго говорил о Гиммлер и СС требовали чтобы они немедленно на фронт выступали это они всячески их затягивали и подробности я не буду но где-то вот 6 апреля уже под самый конец их все-таки загнали на фронт на фронт конечно они тормозили да вот и что-то какие-то действия не осуществляли но в общем саботировали уже немецкие приказы кончилось все тем что часть из них там решила поддержать пражское восстание и в начале мая 45-го года было уже ясно что нужно уходить к американцам что нацисты уже проиграли в начале мая 45-го года РА по сути воюет с эсэсовцами с остатками в общем немцев которые пытаются их загнать на фронт а они уже по сути им не подчиняются вот но каких-то допустим декларации от Власова что он объявляет войну Германии насколько я понимаю не было просто в реальном порядке они за немцев не воевали пошли в Прагу где поддержали их соединение пражское восстание однако потом подошли советы но на самом деле Франциско Франко который был нацистом-фашистом он предложил в конце апреля Власово политическое убежище у Франко многие нацисты спасались и послал самолет на котором Власов мог улететь в Испанию но Власов отказался такая история дальше американцы в принципе предлагали Власова тоже вывести то есть американский комендант об оккупационной зоны капитан армии США Донна Хью предложил вывести Власова тайно вглубь американской зоны но тот отказался Власов начал переговоры с третьей армией США чтобы его вся армия сдалась и чтобы он вывез свою армию в США ну на американскую зону оккупации и потом возможно она будет использована против советов в мае на самом деле уже и США и Советы готовились что возможно даже будет сразу война об этом я расскажу поэтому в принципе США пыталась спасти как-то Власова с его армией тем более они как бы не засветились как антисемиты Власов был осторожен как антисемит не засветился ввел какую-то более-менее независимую политику хотя бы на словах можно было заявить что он не нацист а вот так вот он попал как-то так ну в общем как это все будет обосновываться было непонятно но в принципе американцы рассматривали что возможно они их выведут ну так вот направляясь в штаб третьей армии США в Близень в Чехословакии чтобы добиться вывода своей армии на американскую зону Власов был захвачен военнослужащими 13 армии 1 украинского фронта который в общем-то преследовали там власовцев отступающих но подробнее возможно расскажу когда будет про май 45 года эти все обстоятельства что надо фронтовую ситуацию подробнее расскажу но суть в том что Власова советы взяли основную часть власовцев тоже вывести к американцам он не смог хотя хотел после этого они потребовали чтобы он отдал приказ по своей армии капитулировать на самом деле его армией управлял уже меандров и приказ такой Власов подписал смысла уже не было никакого после этого его вывозят в Россию допрашивают в Москве ну вот объяснение Власова на допросах начиная с 1937 года я враждебно относился к политике советского правительства считая что завоевание русского народа в годы гражданской войны большевиками сведены на нет неудачи красной армии в период войны с Германией я воспринял как результат неумелого руководства страной и был убежден в поражении Советского Союза я был уверен что интересы русского народа Сталиным и советским правительствам принесены в угоду англо-американским капиталистам вот объяснение так как он все время антисоветские заявления дело решили не делать опасно даже если он там будет на процессе критиковать Сталина нет поэтому закрытый судебный процесс хотя еще до процесса было принято решение о его смертном приговоре как обычно в СССР приговорили лишили воинских званий Гласова и всех его соратников кого смогли захватить 1 августа 1946 года повесили кремировали в Донском крематории и прах рассыпали по Донскому кладбищу в то же место куда весь этот расстрелянных особо опасных врагов народа их всех сжигали и в одно место всех складывали чтобы даже могилы не было по поводу личных оценок Гласова они отличаются ну все-таки Вторая мировая такая бинарная отличаются в зависимости от того поддерживают ли его политику или нет обычно все оценки советские крайне негативные то есть если в Совке ему всегда давали позитивные до предательства оценки Власову то после предательства только негативные допустим Василевский командующий Второй ударной армией Власов не выделяясь большими командирскими способностями к тому же по натуре крайне неустойчивый и трусливый совершенно бездействовал и в результате этого войска Второй ударной армии оказались в окружении то есть хотя они его хвалили как победителя ранее потом после предательства они теперь обвиняли в том что вот все Вторая ударная армия погибла тоже из-за Власова потому что он был ублюдок почему они такого ублюдка наградами награждали и в генералах держали непонятно в результате все вот это сражение за мясной бор весьма трагическое и в общем-то важное это провал советского наступления под Ленинградом в результате оно в основном вообще замалчивалось потому что там Власов и там видимо какие-то были Власовцы и сочиняли какую-то чушь про это ну вот и конечно в перестройку там в 90-е все уже всплыло и сейчас оно серьезно изучается в СССР из-за вот этого предательства Власов даже всю Любанскую операцию пытались замалчивать преуменьшать ее значение и так далее в то же время его всяческие сторонники которых тоже довольно много имеется до сих пор же Власовская организация которая съезды проводит они все наоборот его превозносят то есть оценки прямо противоположны то же самое относится в принципе к оценкам что такое все-таки был Власов в СССР исключительно очернительские причем даже в общем-то не пересказывали его реальную политическую платформу например пражский манифест этого Власова который провозглашал верность революции 17-го года он описывался в советских энциклопедиях следующим образом отвратительный гибрид Власовщины и Белогвардейщины смесь национал-социализма черносотенных лозунгов близких Союзу Михаила Архангела и программы Белоэмигрантского НТС и прочая ругань совершенно бессодержательная к Союзу Михаила Архангела Власов не относится и конфликтовал с черносотенцами с этими белогвардейскими ну то есть вместо какой-либо оценки в советских источниках обычно просто ругань потому что он предатель с их точки зрения и соответственно все тут достоин только ругательства но отмечают что во многом это преувеличено про то что Власов главный предатель его назначили немцы главным в конце войны всяческих предателей и группировок которые по тем или иным причинам поддерживали Гитлера русских было много и белоэмигрантских и из тех которые перешли на сторону Гитлера в оккупации и так далее тут по крайней мере можно что сказать что по крайней мере он там не самый главный только стал главным в конце войны ну и все-таки ругаться конечно не надо надо хоть что-то анализировать а не ругаться нельзя подменять руганью исторический анализ про это хочу сказать при том что конечно сотрудничество Власова с Гитлером я не поддерживаю ну вот получилось так что короче нацисты Власова ругали за недостаточный нацизм вот а теперь у Путина вроде как я понимаю запрещено рассказывать что Власов не нацист теперь это обязательно нужно говорить что нацист путинские все оценки естественно современных политиков российских восходят к советским и тоже в общем при любых обстоятельствах нужно ругать Власова и так далее ничего хорошего про него говорить нельзя в эмиграции на самом деле разные оценки были сами власовцы когда попали там которые из них попали уже на запад в западную Европу пытались все это представить как борьбу за либеральную демократию то есть работая уже под американцами многие действительно там потом под американцами работали или ФРГ и так далее они все рассказывали что значит они там все были короче антикоммунисты и все были за демократию то есть все полностью под американскую идеологию но в ответ им те которые их реально знали говорили что там все было далеко не так часть белых мигрантов хотя они непосредственно под Китлером конфликтовали обычно с Ласовым наоборот начали говорить что власовцы это христианская война и освободительное движение против коммунизма начали выдавать власовцев за белых хотя вот реально это две разные группировки были белые и власовцы власовцы были из бывших коммунистов и белые их не любили власовцы не хотели возвращать белых и Гитлер кстати тоже не хотел Китлер сразу говорил еще в 41 году еще до всех власовцев говорил что белых мы не вернем и никакой там монархии в России не будет ни в каком случае поэтому Гимнер все-таки решил сравнить на левого власова поддержать но не белых возвращать они все равно не хотели дальше есть же и левые в эмиграции вот эти все меньшевики и там бухаринцы они начали тоже их выдавать власовцы за своих и имели основания ссылаясь на текст разных власовских документов с всевозможными расплывчатыми заявлениями такого революционного марксистского характера меньшевики говорили что власовцы по сути социал-демократы в этом кстати их обвиняли всякие нацистские стукачи что это марксисты это тоже во многом тоже истине не соответствует расплывчатость этих тезисов да ну никакого контакта с какими-то социал-демократами за рубежом социал-демократы вообще запрещены были в нацистской Германии был там этот марксист языкин еврей которого потом немцы сами же убили и так далее тоже не не получается как бы полностью то есть получилось множество противоречивых нарративов провласовцев то там допустим белый рассказывает что он христианский крестоносец там за освобождение России от большевиков то марксист рассказывает что он марксист или там либерала рассказывает что он либерал который там случайно к Гитлеру попал и все такое прочее наши диссиденты частично Власова в общем-то вытаскивали и вытаскивают до сих пор то есть среди российской оппозиции у многих Власов авторитете они говорят что вот в таких тяжелых условиях он пытался все-таки сражаться с большевизмом Гитлер его поддерживал недостаточно и именно вот в результате своей такой повышенной независимости Власов то собственно поражение что-то такое они рассказывают еще Солженицын в архипелаге ГУЛАГе говорил что в общем-то предать Сталина это можно потому что Солженицын писал это советское государство предало своих солдат Сталин обращался с военнопленными как с предателями и получается что как бы вот Власов и не предатель по Солженицыну такая позиция у радикальных кругов эмиграции есть допустим архиерейский сенот РПЦ за границей допустим вот так вот у нас заявление сделал Власов был и остается символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России и так далее но никаких оснований что Власов был верующий нет по-моему был неверующий коммунист был все время неверующий но Власов я не помню что какие-то заявления вообще про церковь дел потому что я читал какие-то основные документы власовцев они больше походят действительно на какие-нибудь троцкистские листовки чем на что-то вот такое про безбожный коммунизм Власов поддерживал революцию 17-го года говорил что он ее как бы продолжает революцию дальше против Сталина который ее предал ну вот в связи со всем этим ряд историков зарубежных говорит о том что Власов по сути это пустое означающее которому можно любое значение приписать вот допустим Джулия Шаперо говорит его намеренно неясные убеждения делают его удобным соломенным чучелом для культурных и политических целей на основании документов его можно представить как антибольшевистского крестоносца русского патриота непонятого демократа героя-мученика фашистскую марионетку то есть что получается с точки зрения науки то есть если мы пытаемся что-то объективное о Власове составить получилось пустое место то есть в принципе можно понимать как угодно как фашиста как социалиста как белогвардейца как коммуниста этому способствует сама размытость власовских программ на самом деле в современной России тоже никакого единства про Власова нет допустим Гавриил Попов который был либеральный деятель начала 90-х написал о Власове книгу где говорил что Власов строил демократическую Россию огромное количество всевозможных русских националистов в ультраправых естественно Власова превозносили потому что ну тут как бы их позиция если уж они за Каминского выступали который гораздо одевознее Власова то за Власова уж тем более я про Каминского уже рассказывал ну и на самом деле модны были вот что путинщина когда пошла в нулевые я участвовал активно на всяких дискуссиях нулевых годов в ЖЖ-шке там и так далее всем очевидно было что путинщина это не у совок и сейчас еще очевиднее и тогда был очевиднее поэтому этому не у совку многие противопоставляли именно тех которые с Гитлером сотрудничали то есть как бы сам Гитлер тоже достаточно одиозен для русских да понятно как для всех слов поэтому пытались ему противопоставить хотя бы тех которые вот были русские за Гитлера что якобы вот они все-таки воевали же с этим не у совком во многом это было вызвано тем что да вот Путин на самом деле были недовольны и это во многом подтвердилось да и пытались противопоставить тех кто со Сталином воевал это я пытаюсь объяснить почему вот среди различной оппозиции нулевых Власов снова был внезапно популярен ему приписывали демократические смыслы и даже социалистические ну и на самом деле споры о Власове характерны для всех нулевых и для десяток годов то есть многие ассоциирующие так или иначе себя с белым движением либо говорили прямо что они Власовцы либо там защищали его всячески и вот эти споры для ЖЖ нулевых годов о Власове точно постоянно характерны с официальной оппозиции обычно всегда была такая что это беспринципный предатель и именно она навязывалась сейчас видим она уже законодательно в СССР навязывается в свою очередь неосталинисты такие как жигановцы используют Власова для дискредитации других коммунистов например Жиганов обычно через запятую говорит Троцкий Власов Берия там и прочие короче враги народа путинисты да сейчас поддерживают антивласовский дискурс и считают любую защиту Власова это фальсификация истории значит был такой Александр в 2016 году который защитил диссертацию генералитета офицерские кадры вооруженных формирований вот как раз Власовцев он получил степень доктора наук против него Милонов и его националистической организации устроили истерику отправили его диссертацию в прокуратуру на проверку что дескать он там призывает к ведению агрессивной войны и заявил что он хочет чтобы таких диссертаций не было где вот Власовцы исследуются публично обвинял Александра в апологии Власовцев устроили манифестации с лозунгами Бандера на Украине Власов в России но за эту диссертацию этого Александрова не преследовали все-таки в тюрьму то не посадили но в 2017 году его статья Бандера и Бандеровцы признали ее экстремистским материалом и лишили его степени доктора наук то есть этот Александров еще и про Бандеру видимо что-то хорошее писал или хотя бы нейтральное и за это его все-таки лишили степени доктора наук а также устроили истерику по поводу того что он диссертацию про Власовцев сделал Путин в 2024 году сравнивает русский добровольческий корпус который сейчас за Украину воют напрямую со Власовцами то есть Власовцы точно у Путина это неонацисты точно так же как и допустим руководство Украины РДК и так далее в связи с этим да опасно даже о Власове говорить но все-таки я этот обзор все-таки делаю что просто саму информацию это сообщить вот есть альтернативная версия что Власов на самом деле советский разведчик то что он там длительно работал на СССР разваливал так сказать все это коллаборационизм разваливал конфликты с белогвардейцами устраивал разведывательную информацию передавал и так далее а то что его расстреляли это разборки между советскими спецслужбами но эта теория не подтверждена просто с ней тоже можно столкнуться значит пытались сторонники Власова довольно обильные в 90-е нулевые пытались пересмотреть приговор Власова но 1 ноября 2001 года военная коллегия Верховного суда РФ отказала в реабилитации Власова ну и также объясняют подробно так сказать историки официальные путинские почему нельзя реабилитировать Власова значит если мы Власова реабилитируем то это значит что это пересмотр итогов Второй мировой войны так как Нюрбинского процесса так как Власов был за Гитлера если мы оправдаем Власова то нам придется оправдывать коллаборационистов Прибалтики на Украине мы будем искать морально-психологическое оправдание поступкам антисоветских политических деятелей сил и так далее вот ну вот допустим оправдание власовцев вот я цитирую это изменение ценностных ориентиров в обществе стремление убрать источники позитивного самоощущения народа обесценив победу в Великой Отечественной войне с помощью подмены понятия измена доблость трус из героизм ну короче вот раз сейчас идет сплочение опять вокруг нового национального мифа то всех кто там против государства был хотя бы и Сталинского их всех нужно с говном мешать а Власов было еще из-за Гитлера так это уж тем более то есть тут такая позиция что мы не собираемся даже рассматривать какие там у него мотивы были если мы хоть в чем-то его оправдаем дескать вот это пересмотр итогов Второй мировой войны но это как-то сильно загнули конечно я думаю причем тут итоги Второй мировой войны которые очевидны да и причем тут Власов и какие-то мотивы его позиции почему это нельзя исследовать спокойно я не знаю вот в такой ситуации много книг про Власова много дискуссий о Власове романов и так далее о нем фильмы есть ну естественно советские фильмы он в них мерзавец это такие фильмы как освобождение родины солдат потом есть путинские фильмы где он тоже мерзавец последний бой майора Пугачева там есть Власов и есть множество документальных фильмов как правило критических российских но и в том числе дискуссионных но по итогам этого я все-таки свою позицию сформулирую хоть опять же рискую моя позиция видимо такая сотрудничество с Гитлером однозначно осудить потом российский империализм который у него присутствует и национализм и именно это любят у Власова наши националисты ультраправые тоже осудить надо сказать что Власов выступал против независимости Украины и Грузии допустим за это в общем немцы верно говорили что он русский империалист по поводу расплывчатых социалистических лозунгах во всяких программах листовках и так далее скорее политическая манипуляция все-таки вряд ли они какие-то искренние у Власов непонятно вообще собирались ли немцы выигрывать что там Гитлер в 1944 году себе думал не вообще непонятно когда основной поток власовских публикаций пошел если бы немцы вдруг начали выигрывать непонятно что бы они с Власовым сделали то есть насколько это искренне было допустим у немцев которые это разрешали непонятно по крайней мере это говорит о том что в конце войны везде уже преобладали левые настроения то есть даже коллаборационисты начали использовать социалистическую всякую риторику социалистическую идеологию в своих вот этих листовках но это было для всего фашистского блока даже для Японии характерно Япония у нас внезапно занялась борьбой с западным империализмом в 43-м году ну и вот Агласов у нас призывал следовать идеалам революции 17-го года и свернуть Сталина который их предал такие вот дела по поводу немцев вот опять же нужно напомнить что немцы в конце войны действовали ситуативно по сути оттягивали свой конец совершенно непонятно что немцы собирались с ним дальше делать и поддерживали ли они его серьезно вот их задача была загнать русских на фронт вот основная задача у немцев потом таскать трава не расти если бы переломилась война что практически невероятно совершенно непонятно что бы немцы делали вернулись либо они к расизму частично они да пересматривали в конце войны свою идеологию под давлением того что проигрывали но как-то тоже так они это вяло делали так и непонятно насколько вот у них это все было серьезно вся эта игра в демократию и в русские освободительные армии ну и надо понимать что власов то тем более ситуативно действовал он же в плену он рассчитывал действительно перейти на сторону американцев очевидно к концу войны вот опять же непонятная эта вся идеология власова то ли либеральная то ли социалистическая то ли нацистская вероятно она просто ситуативная в зависимости от ситуации он делал опор либо упор делал на то либо на другое вот и поэтому в общем-то ряд западных историков говорят что это вообще пустое место которому можно приписывать любые смыслы в общем-то к этому я тоже самый склоняюсь что скорее да какие-то вот ситуативные вещи попытка выжить да со стороны самого власова любым путем в связи с чем и выжить и была как бы и гитлер ставил основную задачу выживания и нацисты ставили задачу выживания любым путем поэтому от каких-то четких программ даже нацисты к концу войны как-то вот так вот размывали их как бы отказывались все более расплывчато они там выражались и власов в этом тренде совершенно шел то есть только бы выжить как говорится а что мы там при этом несем уже не так важно видимо так там было а по поводу путинской возни вот этой постоянной истерики вокруг власов но тоже это неправильно да это история это надо объективно исследовать а не заниматься выкриками там фашисты предатели и так далее это тоже я думаю поддерживать не надо ну вот видимо такая у меня позиция вот ну и вот таким образом и все this is the 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 Продолжение следует...